Субтитры создавал DimaTorzok Первый — это год целостности. Запомните, год целостности. Целостность, согласно вестминстерскому словарю теологических терминов, это богословский термин, который используется для описания чистоты и честности, так как люди были созданы по образу и подобию Божьему. Об этом нам говорит книга «Бытие», первая глава. Грех привел к тому, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, стал тленным, но когда мы становимся верующими, через процесс освящения, образ и подобие Божие восстанавливаются. А это означает, что мы преображаемся в образ Иисуса. Вот почему мы должны хотеть того, чтобы Господь работал с нами. В этике целостность — это повиновение принципам и моральному характеру, которые формируются христианским сознанием. Нашей ролевой моделью должен быть сам муж целостности, сам Господь Иисус. А все потому, что Он главный муж целостности. Иначе говоря, Бог дал нам тему года на 21-й. Это целостность. Потому что Он хочет, чтобы все мы были похожи на Него. А это означает, что мы должны быть учениками Господа Иисуса. Как говорит Господь Иисус в Своих заповедях, которые мы знаем как великое поручение, в Евангелии от Матфея 28 главе 19 и 20 стихах нам велено делать учеников из всех народов. А для этого мы сами должны стать учениками Господа Иисуса. А ученики Господа Иисуса будут евангелизировать. Когда Господь Иисус вознесся на небо, после того, как Он исчез с глаз учеников, которые внимательно смотрели на небо, когда Он поднимался, ученикам явились двое мужей в белых одеждах. Они сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». На основании этого стиха я считаю, что люди, которые видели, как Господь Иисус вознесся на небо, были учениками Иисуса. Именно они увидят Господа Иисуса, сходящим с небес на облаках, чтобы забрать свою церковь, которая также состоит из учеников Иисуса Господа нашего. Поэтому я хотел бы сказать, что в Вознесении будут участвовать лишь ученики Иисуса. Поэтому давайте становиться учениками Господа Иисуса. Ученики Господа Иисуса – это люди, которые преображаются в Его образ, обладают целостностью. Как говорят золотые стихи из псалмов 23-го и 40-го псалма, «Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно». Это и есть целостный человек, который попадет на небо. Об этом говорит 23-й псалом с 3-го по 5-й стих и 40-й псалом 13-й и 14-й стихи. Субтитры создавал DimaTorzok «Намульяка намаму» «Намульяка намаму» «Намульяка намаму» «Господь направляет нас к этим вещам в начале года целостности. Первое водительство Бога мы должны созидать своего духовного человека». Стихи из Аггея 1-й главы – это 1-й и 2-й стихи. Первый стих – это призыв к восстановлению храма. Бог сказал через пророка Аггея Зарававилю, сыну Салафилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, первосвященнику, чтобы они призвали израилитян к восстановлению храма. Господь упрекнул израилитян, потому что они занимались лишь своими домами, а Божьего дома не строили, и он оставался в руинах. Бог сказал израилитянам, чтобы они посмотрели на свои пути. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Есть много неожиданных растрат, таких как болезнь или кража, обман, ограбление, ну и так далее». Тот же упрек Господь озвучивает и сегодня всем нам, сегодня, потому что многие из нас заняты в исполнении своих физических нужд, в то время как мы не созидаем и не заботимся о нашем духовном человеке. Вот вам вопрос. Какова ваша ситуация? Вы находитесь в той же ситуации, что и израилитяне в то время? Господь сказал израилитянам, что они будут благословенны, если они построят дом Господень. Господь потрясет небо и землю, море и сушу. Господь потрясет все народы, и они придут к тому, кого возлюбят все народы. Господь сказал, что серебро и золото принадлежат ему. Господь также обещал, что слава позднего храма будет больше славы раннего. Господь также даст мир. Сейчас Бог также говорит нам, что если мы будем созидать своего духовного человека, если мы будем преображаться в образ Иисуса, Он и зальет на нас Свои духовные и физические благословения. Как тогда, когда Бог сказал, что благословит израилитян, сделав потрясение на небесах, земле и среди народов, так и сейчас, Бог обещает нам подобное в наши дни. Пандемия COVID-19 потрясла целые народы. Те вещи, что мы пережили в эти дни, благословят нас духовно и материально. Всех нас, кто созидает своего духовного человека, преображаясь в его образ. А вот что означает быть целостным человеком, Бог обещал израилитянам, что слава позднего храма будет больше славы раннего. Господь также обещает и нам, что если мы будем созидать своего духовного человека, то будем все больше преображаться в образ Иисуса, как никогда ранее. Бог даст нам мир. Я верю, что целостные люди будут угождать Господу. Аллилуйя! И будут говорить, Господь Иисус, Твое слово, оно да и аминь. Я готов выполнять его, слушаться. Поэтому предлагаю вам сейчас скажите вместе со мною. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте помолимся вместе и вознесем наши руки. Мы говорим на языках. Мы наполнены Духом Святым и говорим на иных языках. Вы можете сказать Аллилуйя! Господь, мы слышим Твое водительство сегодня. Мы будем следовать за Ним, Господь. Мы хотим быть людьми целостности. О, Господь! Мы хотим угождать Твоему сердцу. Господь, Ты видишь своих детей. Отче, Твой слуга молится о том, чтобы Твои дети стали целостными людьми. Отче, среди пандемии, которая лишь ухудшается, Ты остаешься с нами. Твой слуга молится о том, чтобы никто не заболел. Господь, чтобы не было нуждающихся, но чтобы во всем хорошем был избыток. Примите благословение Господа. Примите исцеление от нашего Господа. Принимайте. Принимайте всякое благословение и волю Господа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова